Первые сутки было продано 2,8 миллионов копий World of Warcraft Wrath of the Lich King, и таким образом был установлен новый рекорд. Burning Crusade, например, за тот же период разошелся тиражом в 2,2 миллиона экземпляров. Таким образом, уже второй релиз от Blizzard стал самым быстро продаваемым тайтлом за всю историю индустрии компьютерных игр. После установки дополнения появляется давно забытое чувство, предвкушение чего-то совершенно нового и неизведанного. Наверное, это сравнимо с первым посещением Outland, когда вы наконец дорвались до запретного материка, прокачав своего персонажа до 60 уровня. Новый континент Нордсколл потрясает воображение. Он поделен на 10 областей, каждая из которых является собой уникальную по отношению к другим и логически завершенную композицию с собственной атмосферой. Новый материк Wrath of the Lich King обладает большим разнообразием в плане оформления локаций. В отличие от земель Азерота и Запределья, где каждая территория выдержана в каком-то определенном стиле, В Нордсколле отличия в оформлении видны даже в пределах одной локации. Например, здесь неплохо уживаются горы с заснеженными вершинами и омертвевшее морское побережье, кратер вулкана и населенные зомби-фермы. Также в рамках экскурсии не лишним будет посетить гейзеры в Бареан-Тундра, красиво заснеженные горы в Колдара, полюбоваться на отвесные скалы и водопады Хаулинг-Фьорд, а также сосновые леса Гризли-Хиллз. Но и, наконец, никто не сможет пройти мимо озера Уинтерграсп и Айс-Краун, в котором, собственно, и находится обитель его величества Короля Лича. Из всех новых локаций озеро Уинтерграсп представляется самым необычным PvP-местом, подобие которого мир World of Warcraft еще не видел. Здесь Blizzard показали нам нечто совершенно новое — осаду крепостей. Хотя это и PvP-битва, но полноценная реализация этого действа нашла себя и на PvE, и ролевых серверах. Это центр внимания всего Wrath of the Lich King. Новая боевая система дает вам возможность управлять не только своим персонажем, но и различными осадными орудиями, вроде построенных гномами танков и гоблинских уничтожителей. Не возбраняется также стать частью воздушной поддержки, летая на огромном боевом маунте. К сожалению, для большинства эта локация и, соответственно, осада не будет доступна сразу, так как она огорожена от остального мира высокими горами, преодолеть которые можно только прокачав свой навык управления летающими маунтами до 77 уровня. Судя по квестам, в дополнение разработчики решили уделить сюжету больше внимания, чем раньше. По крайней мере, квесты теперь по большей части не сводятся к банальной депопуляции определенного типа монстров или поиску запчастей, которые по пути растерял какой-нибудь гном. Цепочка заданий, которые вы выполняете, теперь позволяет лучше вникнуть в более глобальные вопросы, касающиеся противостояния сил Альянса и Орды, а также их противоборства с Королем Личем и силами плети Артаса. Из прочих существенных нововведений стоит отметить появление новой профессии «Инскрипшн», которая позволяет рисовать различные символы и манускрипты, чтобы с их помощью улучшать характеристики персонажей. Также в игре введен новый класс «Дэдс Найт» — «Рыцарь Смерти», который уже стал очень популярным среди игроков. Кроме того, максимальный уровень развития персонажа повысился до 80-го. Остановимся более подробно на новом классе. В роли «Рыцаря Смерти» вы начинаете свой путь с 55-го уровня на кладбище плети под названием «Эбонхолд» и получаете квесты от самого Артаса, прислужника Короля Лича. Плюс класса в том, что он дает более быстрый доступ к некоторым возможностям материка Нордскалл. Это, например, бои на ездовых животных, а также специальные квесты, выполнив которые, вы увидите, что внешний вид и атмосфера локации слегка изменится. Среди прочих фишек также можно выделить задание, в котором вам нужно будет сражаться с врагом в воздухе, оседлав при этом бессмертного ледяного селезня. В целом, класс довольно интересный. Это гибрид танкующего класса с высокой скоростью атаки. А после освоения навыка Анхоли вы получите в пользование прислужника Вурдалака, который будет наносить противникам дополнительный урон. С его же помощью можно с интервалом в несколько минут призывать на помощь горгулей, которые не обладают большим запасом здоровья, но могут атаковать противников с воздуха. Основная часть силы рыцаря смерти заключена в рунах. Система их применения смахивает на наборы использования комбо-пойнтов у разбойников и ярости у воинов. В процессе боя у этого класса постепенно накапливается руническая сила, которая потом расходуется на создание заклинаний. Чтобы представить рыцаря смерти в действии, достаточно мысленно скрестить паладина, воина, разбойника и охотника, а потом добавить полученному гибриду злость на весь мир и симпатичную экипировку, в которой он нисходит с мир World of Warcraft. Кстати, рыцарь смерти умеет лечить себя во время боя, а также ходить по воде, даже если персонаж сидит верхом на ездовом животном. Отдельное спасибо разработчикам хочется сказать за внедрение рейдов на 10 человек на высоких уровнях развития. Конечно, кто-то может посчитать это упрощением для чайников, которые не в состоянии принять участие в рейде на 25-40 человек. Однако, на наш взгляд, это несомненный плюс аддона. Релиз World of Warcraft Wrath of the Lich King сделал перспективы Blizzard на поприще MMORPG несколько неоднозначными. Впечатляющий дизайн новых локаций, еще более интересный геймплей, имеющий теперь целую кучу интересных нововведений. Да, все это способно без особых трудов удержать пользователей проекта в мире WoW еще долгое время. Кроме того, с введением новой PvP-системы, Blizzard, несомненно, вернет на свои континенты львиную часть игроков, которые ушли в Warhammer Online и Age of Conan. Но отсутствие кардинальных изменений в графике может весьма неоднозначно сказаться на способности удержать геймеров. В любом случае, Blizzard снова срывает заслуженные аплодисменты, получает рекордный уровень продаж, высокие рейтинги и первые строчки в чартах.